Я часто не придерживаюсь стереотипов каких-то. Надо задавать вопросы, надо лично размышлять, надо лично думать. Вот, например, один из таких расхожих стереотипов, что говорит «Церковь не должна касаться политики». Слышали такое, да? «Церковь не должна касаться политики». Мы должны всего касаться, но политики не должны касаться. А на самом деле, что такое политика? Политика – это от греческого слова «полис», «город», «государство». То есть это некая государственная деятельность, которая так или иначе связана с властью и направлена на жизнь данного города, там были города, государства, да? Или данной страны направленная для каких-то своих определенных интересов. Вот и все. И поэтому, смотрите, с одной стороны, хотя вроде бы в Библии само слово «политика» нет, но большая часть Библии так или иначе говорит нам про политику. Люди библейские рассуждают про политику, пишут про политику. И вот давайте откроем вместе с вами книгу «Судей» 8 глава. Книга «Судей» 8 глава. Книга «Судей» вся посвящена политике. И интересно, что не только в нашей личной жизни, не только в нашей семейной жизни, и даже не только в нашей церковной жизни, но и в общественной жизни, и в государственной жизни Библия нам показывает, Бог действует. Вы представляете? Бог не только действует в семье, но даже в государстве. Представьте себе. И Библия об этом говорит, причем, что интересно, Библия рассказывает о действии силы Божьей в жизни общества намного чаще, чем в жизни каких-то отдельных семей. Да, есть там примеры семейной жизни, но намного больше, особенно в Ветхом Завете, нам показано, как Дух Святой действовал в истории целых народов, целых государств. Когда там одни правители поднимались, другие правители уходили. Когда там кого-то назначали или кого-то убирали. Какие были там интриги. Как это все происходило. То есть то, что сегодня называют словом политика, об этом Библия очень много говорит. Чтобы мы с вами верили и уповали и стремились, не только чтобы Бог действовал в наших судьбах, и не только чтобы Он действовал в наших семьях, но чтобы Он действовал в жизни нашего общества. Мы же хотим, чтобы Он действовал в жизни нашего общества. Мы же хотим, чтобы мы жили в благословенной стране. Мы же хотим жить на благословенной земле. Правда же? Мы должны читать Слово Божье. Мы должны постигать Слово Божье. Потому что Слово Божье показывает нам об этом. И вы знаете, вот книга «Судия» — это по себе удивительная книга. Сам период «Судий» охватывает несколько веков из жизни израильского народа. И вот начинается это, когда Израиль вошел в обетованную землю. И вот они вошли в обетованную землю. И хотя Бог сказал им выгнать все языческие народы, но на практике так не произошло. И какое-то время Израиль жил бок о бок с другими народами, с другими языческими племенами жили. И вот вы знаете, вот жизнь Израиля, устройство израильского общества довольно сильно отличалось от устройства обществ языческих, которые окружали Израиль. Чем? А тем, что у языческих обществах, как правило, во главе был какой-то правитель, какой-то царь, какой-то владыка, который и осуществлял командование, господство над этим народом или над этой страной. А у Израиля так не было. У них не было единого правителя. У них не было единого царя. Ни царская власть, ни государственная власть объединяла Израиль. Их объединял не власть, а духовная жизнь. Завет, который у народа был с Господом. И тот Божий закон, который Бог дал своему народу через Моисея. И поэтому мы видим, что страна состояла из двенадцати колен. Колени состояли из разных племен. племена состояли из разных семей. Но их объединял не один, как бы какой-то царь или правитель какой-то. Объединяло Слово Божье. Объединял, как мы говорили, завет и закон, данный Господу через Моисея. Когда мы видим, в жизни народа возникали какие-то трудности, когда разные колена, разные племена сталкивались с какими-то угрозами, то на определенное время Бог поднимал судью в Израиле. Почему и книга судей называется именно так. И что интересно, судья это был не столько правитель, сколько некая духовная личность, которого уважали. И он поднимался на какое-то определенное время для решения проблем, общих проблем, которые возникали в жизни израильского народа. Потом исчезали проблемы, и судья опять уходил, и люди продолжали жить. То есть, видите, они вроде бы были ничем не объединены, кроме завета и Божьего слова. И этим отличался Израиль от всех остальных народов. Они не были централизованным государством. Они вроде бы были раздробленными, но одновременно они были едиными. Но это единство было не внешняя такая административная власть. А некая духовная общность, поклонение Господу. Вот почему в Израиле так много говорилось о чистоте веры. Потому что именно вера объединяла их. Вот почему в Израиле так много говорилось, да, Господь, Бог твой один есть. Потому что вера в единого Бога объединяла. То есть, вот эта вера, духовное служение, Слово Бога, исполнение Божьих постановлений, это и было то, что их объединяло. Но вокруг жили постоянно вот эти языческие народы, и израильтяне с ними соприкасались, и периодически они хотели, а вот как у них мы хотим. Вот мы хотим, как у них мы хотим. И вот в восьмой главе говорится об одном из величайших судей Израиля, которого звали Гедеон. Бог тоже поднял его. Это был духовный человек, который одержал удивительную победу над мадианитянами. И Бог благословил Гедеона. Народ весь видел, как Бог благословляет Гедеона. И вот посмотрите, восьмая глава книги Судей, я буду читать по современному переводу, чтобы просто освежить это место Писания. Вот Судей, восьмая глава, 22 стих. Израильтяне сказали Гедеону, правь нами, а потом пусть правит твой сын, потом твой внук, ведь ты спас нас от мадианитян. Но Гедеон ответил, не буду я вами править, и сын мой не будет, пусть вами правит Господь. Вот посмотрите, что предложили израильтяне Гедеону. Они ему предложили стать царем. То есть вот царская власть, это такая сакральная власть, которая передается от отца к сыну, дальше к внуку, вот-вот-вот дальше. Мы видим сегодня, как вот, она вроде бы и такая монархия, чисто формальная в Англии, да, ну вот умерла недавно королева Елизавета, и вот мы видим, власть переходит к ее сыну, который вдруг поменял свое имя, да, вот они перед пяти власти королевской, да, вот-вот-вот перешла, да, и вот, драгоценные, и на самом деле, вот если мы с вами вдумаемся, вот в самом принципе царской власти заложено заблуждение, и заблуждение вообще присуще людям, заблуждение о том, что вот есть, знаете, какие-то вот такие особенные люди, а есть такие люди, ну, второстепенные, что ли, вот на этом построен расизм, вот мы с таким цветом кожи особенные, мы умные, а вот у кого-то другой цвет кожи, ну, они какие-то такие, ну, они, конечно, люди, ну, какие-то так вот, не такие, как мы, что ли, как бы пониже, как бы, вот они, может быть, годятся только, чтобы нам служить, чтобы быть, может быть, нашими рабами, вот, есть превозношение, когда там бывает, там, половая дискриминация, да, когда вот мы мужчины, и только поэтому мы уже автоматически лучше, не то, что как бы вот эти женщины, как велись порой дебаты, человек ли женщина, да, до этого доходило, или национализм, да, что вот какая-то нация, она особенная, вот такая вот, она вот такая, самая такая особенная, конечно, я согласен, что нация особенная, как каждая нация особенная, каждая нация особенная, у каждой есть свое лицо, но когда только одна нация выделяется, она особенная, она супернация, а остальные нации, они какие-то вот такие все, вот понимаете, вот слава Богу, что со временем человечество преодолевает эти заблуждения, оказывается, и ученые бывают чернокожими, да, афроамериканцы есть ученые, и сегодня все больше и больше, да, оказывается, и женщины не такие глупые, как там думали во времена домостроя, просто оказывается, им не давали образования, а когда дашь образование, смотришь, еще попробуй докажи чего, женщины, очень трудно, да, когда вот это преодолевается, и оказывается, и нация тоже бывает, и в каждом народе есть как достойные представители, так и странные люди, правда же драгоценные, вот эти уходят стереотипы, и представление о царстве, о монархе, поймите, это из того же разряда, есть вот какой-то особенный род, так называемая голубая кровь, вот люди особенные, и вот они как-то отличаются, и вот они как-то вот только вот этот род и должен править, ну почему, ну они какие-то вот такие вот, они какие-то вот какие-то особенные, это такие же предрассудки, как расизм, как нацизм, это такие же предрассудки, потому что жизнь опровергает эти глупости, мы видим, что у гениальных родителей бывают рождаются, прямо скажем, не очень гениальные дети, даже и говоря, что порой природа отдыхает на детях, да, бывают, не обязательно у гениальных родителей гениальные дети, и наоборот, бывают в семье алкоголиков рождаются, ну, удивительно способные ребята, хоть казалось бы, никаких условий, там генетика такая, что ой-ой-ой-ой, да, а вот поди что, рождаются такие, то есть вот жизнь, она разрушает эти представления о том, что вот есть там особый род, или особый народ, или особая раса, важно, чтобы мы освободились от этих глупых стереотипов, и мы смотрели не на человека, какой человек, какие у него качества, не нужно прятаться за расу, за народ, за свой пол какой-то, нет, не нужно, поэтому драгоценное, это одно из заблуждений, что вот, если там, положим, отец был хорошим правителем, и сын должен быть, да нет, да не факт, а что предлагали Гедеону, пусть ты правишь, и твой сын правит, и твой внук правит, да, и они предложили ему это царство, правление, но Гедеон был судья, он был духовной личностью, но он не был правителем, и он отказался, он говорит, да нет, если это произойдет, что нами не будет править Господь, смотрите, очень интересно, вот он, как здесь написано, да, пусть вами правит Господь, оказывается, Божье правление осуществляется там, где есть определенная свобода, не там, где все так зарегламентировано, и какие-то люди великие стоят, нет, там, где свобода, вот именно, казалось бы, вот эта децентрализация израильского общества и была необходима для того, чтобы Бог действовал, потому что иначе откуда бы появлялись такие люди, как Гедеон, да, он же был там где-то вот из какого-то бедного племени, там, из незначимой семьи, и многие-многие лидеры, величайшие лидеры, величайшие Божьи помазанники Ветхого Завета, они вообще не имели никакого великого происхождения, если бы было царство, им бы вообще ничего в государстве не светило, но слава Богу, что Бог смотрит не на нашу национальность, Бог смотрит не на наше генетическое происхождение, и не на нашу расу, и даже не на наш пол, Бог смотрит на наше сердце, Он смотрит на то, что внутри находится, это чрезвычайно важно, и Гедеон, как духовный человек, это отлично понимал, и он отказался, он говорит, нет, вы чего, мне не нужно это, потому что я понимаю, насколько важно Божье правление, которое там, где свобода есть, в том числе от этих глупых предрассудков и заблуждений всевозможных. Продолжение следует...